МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу Наша Республика. Главная тема. Как и обещали, она будет посвящена вопросам развития агропромышленного комплекса. У весенней страды 2016 все складывается как нельзя лучше. Темпы оказались на редкость высокими. Что это, подарок природы или заслуга самих земледельцев? Покажем и расскажем. В середине апреля наша съемочная группа не раз выезжала на поля. Но начать хочется вот с этих кадров, отснятых 8 мая на полях опытно-показательного хозяйства Ленинская искра Ядренского района, где проходил национальный обряд посадки картофеля. Традиции заложены были Аркадием Павловичем Айдаком, руководившим хозяйством 44 года, человеком, ставшим легендой еще при жизни. Прокладки борозды и высадки клубней приняли участие глава республики Михаил Игнатьев, заместитель председателя Госсовета Чуваши Николай Малов, герой России, генерал-лейтенант авиации Николай Гаврилов и обожаемый всеми телеведущий капитал шоу «Поле чудес» народный артист России Леонид Якубович. Что-то какие-то чудеса начнут на наших полях происходить после вашего участия? Нет, после моего участия ничего не начнет. Вот от людей все будет. Все будет зависеть от людей. Вон памятник поставили, какой? Человеку, который как землю понимал. Вот это память. Каждый бы после себя память оставил. Было бы здорово. Было бы совсем по-другому, если бы об этом кто-нибудь думал. Не по поводу того, что сейчас, а по поводу того, что потом, как люди говорить будут. Вон как подходили сегодня. Таких бы людей поболее. Но вы сегодня еще с вертолета осмотрели поля республики. Какое у вас впечатление? Потрясающе, потрясающе. Красота. Земля ухожена. Все чисто, гладко. Лес кругом. Невырубленный, чистый, красиво. Все. Земля. Ну а что пожелаете труженикам агропромышленного комплекса, Чувашей? Чтобы не менялось ничего. Чтобы все так было. Пусть так и будет. Вот мы хотим перемен, а тут лучше, чтобы их не было. Не надо. Не надо никаких перемен. Вот чтобы все так вот было. Спасибо вам большое. Вот осенью вырастет яблони. Это единственная перемена других. Спасибо вам большое. В Ядринский район мы еще вернемся, а пока перенесемся на юг Чувашии. Плодопитомник Батаревский. Съемка 16 апреля. С этого дня и до момента, когда будет убран с полей последний колосок, инспекционные поездки Михаила Игнатьева на село станут постоянными. В этом году, а зимы вышли вообще прекрасно. Вот мы сейчас стоим на поле, вот растения вообще замечательно сейчас выглядят. Никаких болезней, никаких вредителей. Но здесь, если вот смотреть прогнозно, если все соблюсти по агротехническим требованиям, 50-60 центеров с одного гектара. Отсюда будет. А в целом подготовка сельскохозяйственных организаций, крестьянских и фермерских хозяйств намного лучше, чем в прошлом году. То есть настроение, я смотрю, у вас хорошее, и оно будет передаваться всем, наверное, да? У меня всегда хорошее, но у крестьян, у земледельцев с каждым годом улучшается. Вот это знаково для всех нас. Отличительной особенностью Страды-2016 является поиск аграриями резервов сельхозпроизводства, стремление к освоению новых рынков сбыта и новых источников доходов. Я посмотрел цифры, вот, по прошлому году, 18 миллионов выручки. Да. Прибыли хорошие получили. Да. В основном, какие культуры дали прибыли? Сахарные свекла. А на этом заработали? Да. Это здорово. Ну, вот, хотим уже на другие культуры переходить где-то под сонных. Сены на подсолнечник взлетели, по сути дела. Никто, наверное, не ожидал и не прогнозировал. Комбайны есть у вас современные? Это реальные принципы? Есть. Если вот поправку делаете в своих рабочих планах проведения весенних полевых работ, мы только приветствуем. Это новая востребованная культура с учетом предъявленных санкций, потому что очень же много масла завозилось. Николай Тихонов, механизатор с 40-летним стажем, считает посадку подсолнуху делом стоящим. У нас опыт был даже, это между рядами кукуруза подсевали. Когда силы сделали? Да. Когда силы с новой культурой делали? Земля хорошая, что не привыкли? То есть все нормально, да? То есть не будем возить издалека подсолнух? Свой будет, чувашский? Спрос есть, надо выращивать. Рядом Татарстане выращивают, Гулянской области выращивают. Побывал Михаил Игнатьев и в отчине Петра Ялукова, директора ЗАО «Батыревская». В картофельхранилище может находиться до 2000 тонн клубней. Об их качестве и высокой урожайности знают и в соседних регионах. Семена идут на расхват. Все процессы на складах механизированы. Показали Михаилу Васильевичу и новую ферму для содержания крупного рогатого скота. Применена арочная конструкция, что позволяет увеличить кубатуру свободного пространства. Это необходимые условия для повышения надоев и качества молока. Хотим пройти за год, а надо до семи. Семи к семи надо подсеркнуть. Альдеев хочет выйти на 8500. Вот они задачу поставили, мы разговаривали. Они технологию соблюдают, привлекли Чеха, насколько я знаю. Конечно, надо технологию, все зависит от специалиста. От зоотехника прежде всего. Себестоимость вышла 13,40, средняя результационная цена около 19,18, чем-то вышла. Ну, ретабельность хорошая. В обществе Батыревское сумели обновить 90% техники. Механизаторы на момент нашего приезда просто рвались в бой. Только вот земле необходимо было чуточку подсохнуть. В Севербород поменяли кукурузу, раньше не сели. По голове сейчас выросло. 100 гектаров хотим кукурузу засеять. И этот кормо, уборочный комбайн закупить. Агрегаты все комбинировали, да? Агрегаты закупили, наверное, в республике мы одни из первых. КШО 12 в Сульяновске тогда привезли. Они стоили тогда 192 тысячи рублей. Вот на сегодняшний день они стоят 800-900. Вот очень хороший агрегат. Хорошо транспортизируется, вот, например, если дальние поля есть. Даже можно в соседних хозяйствах хорошо связить. И снова поле. Современная посевная техника обеспечивает мощь, ши, размах. Да и название сельхозпредприятия. Победа не предполагает иных сравнений и эпитетов. Впрочем, и в других хозяйствах района за рекордные результаты обещают побороться. Подготовились основательно. Горюче-смазочными материалами обеспечены практически на 150% от потребности. Многие, ряд хозяйств даже на уборку запаслись горюче-смазочными материалами. И проводится работа по сортосмену и сортообновлению. Значит, завезли на сегодняшний день 444,5 тонн элитных семян. Параллельно, значит, с весенним сейвом сегодня руководители хозяйств думают об уборке. Вот закупили новые жадки КСУ-1. Очень прекрасные жадки. Основы для получения урожая заложены. Надо сегодня работать. А вот в закрытом акционерном обществе «Прогресс» и сами умеют изготавливать производительную и надежную технику. Инженер Анатолий Куприянов и водитель Дмитрий Кучков за зиму вот такой агрегат для подкормки пассивов из старенькой девятки смастерили. Не хуже фирменного. Вот копии тумана сделаны, примерно копии. Да-да. Да, ну, как сказать, работать в поле можно. Ну, Дим, покажи, как управляешь своей любимой техникой. Никакого там даже следа не остается. Даже растение, оно сейчас после удобрения быстро восстановится, и все. Если трактором, сейчас бы продаю. От рассказа об умельцах из Яльчикского прогресса хочется перекинуть мосток на берега реки Сура, в Ядринский район. Там тоже есть инициативные люди, стремящиеся изменить нашу жизнь к лучшему. И один из них – заместитель председателя Госсовета Чувашии Николай Малов. Посеянные им семена тоже дали дружные всходы. Став в начале 2000-х, у руля полуразвалившегося на тот период молочного завода, он сумел дать ветерану отрасли вторую жизнь. Мало кто верил, что такое возможно, но предприятия теперь просто не узнать. ОАО «Ядрин молоко» – гордость Чувашии и всего Приволжского федерального округа. Сегодня администрация, руководство завода не стоит на месте. Если мы в свое время, когда я был директором, период был в 2003-2009 годах, почти, наверное, 100 заводов мы объехали, старались все саккумулировать лучше. Это по России или еще в других странах? Нет, не только. Мы были в разных странах, так что стремились к тому, еще раз хочу сказать, саккумулировать все лучшее здесь. И мне сегодня отрадно и приятно, повторяюсь, осознавать и понимать, что тот ритм того периода, того времени, он сегодня сохранен. Сегодня команда предприятий «Ядрин молоко» на месте не стоит, держит руку на пульсе, стремясь совершенствоваться, стремясь к новым качественным продуктам. Ну и благо, сегодня все есть условия, это и государственная поддержка. Николай Владимирович занят сегодня депутатскими делами, но не порывает связи с теми, с кем возрождал предприятие. А заводчане считают своим долгом следовать и дальше взятым курсам – обустраивать землю и инвестировать заработанные средства в новые проекты. Так в устье Черной речки, впадающей в Суру, они разгребли вековой мусор и создали базу отдыха. Мы побывали там в момент, когда стипендиаты депутата Госсовета Чувашии Николая Малова, есть и такая форма поддержки талантов, проводили между собой турнир по мини-футболу. Стипендия учреждена в границах избирательного округа, где баллотировался парламентарий Николай Владимирович Малов. Для учащихся, учителей и директоров общеобразовательных сельских школ Ядринского и Красночитайского районов. Дорогие друзья, уважаемые юные футболисты, я вас поздравляю с победой. Вы стали чемпионами, поэтому, капитан, два шага вперед. Держи. На футбольном поле, несмотря на число забитых и пропущенных мячей, победила, конечно же, дружба. Теперь стоит ждать побед и на ипподромах. Очередная задача, которую взялся решать коллектив завода Ядрин молоко, вернуть былую славу Чувашскому конезаводу, носящему имя нашего легендарного земляка Василия Ивановича Чапаева. Предприятию исполняется 90 лет, и большее число страниц его биографии отмечено успехами в выведении породистых рысаков, которые побеждали на самых престижных скачках. Но в лихие 90-е конезавод начал приходить в упадок, а пару лет назад был близок к банкротству. Сегодня кризис преодолен. Самые трудные позади, и чувашские рысаки обязательно вернут себе былую славу. Цель одна у нас – стать лучшим конным заводом в России. В этом году первая лошадь у нас ушла в Европу, в Швецию. Нас взяли наездники шведские в аренду. То есть они сюда приезжали, смотрели, отбирали. Помимо этого они посетили еще три завода, которые занимаются рысаками. Отобрали только лошадь на нашем заводе. Лучшая двухлетка этого сезона должна быть из Чувашского конного завода. На данный момент лучшая двухлетка, она в Москве, это наш Мунмен-РМ-Жеребец. То есть он уже два старта, две победы у него. За сезон он сделает 10 стартов и должен все выиграть. Посмотрим, получится. Былую славу намерены вернуть себе и хмелеводы Чувашии. Некогда они производили 90% российского хмеля. Но его смыло волной импорта, который накрыл отечественного производителя зеленого золота. Происходило это с подачей дилетантов от сельского хозяйства. В годы реформ отрасли был нанесен страшнейший удар, от которого она начинает оправляться только сегодня. К счастью, в Чувашии удалось сохранить технологии выращивания хмеля и специалистов. К тому же Чувашский научно-исследовательский институт сельского хозяйства, что в Цивильске, активно приступил к решению этой задачи. Михаил Игнатьев и Николай Малов понаблюдали за тем, как идет обрезка главных корневищ и посадка саженцев хмеля. Побеседовали со специалистами. Здравствуйте! Здравствуйте! Есть какие, а? Отроски хорошие! Хорошие, только хорошие. А? Переросли чуть-чуть, да? Нет, нет. Но ничего, не ломается самое главное. Скажите-ка, какого года посадки? Это 2009 года. Сорт подвязный здесь. Подвязный? Да, сорт подвязный. У них «Альфа» сейчас сколько доходит? Урожайность? Альфа сколько доходит? Альфа? Где-то 8-9. Стрижевые заводы берут не менее 5%, но они у нас... И в последнее время сейчас спрашивают ароматические. Да. У нас есть они сорта, там 5 сортов ароматические. Мы можем, они не хуже чешских, сжатеских. Альфа где-то 3,5-4%. Михаил Игнатьев и Николай Малов не остались в стороне отдел и собственноручно поучаствовали в высадке стеблевых черенков. Михаил Васильевич, с учетом вашего совета разрешите ли мы вклад внесем? Конечно. Давай. Обязательно в порядке. Да, давай. Спасибо. Выкапывать приедете, это место мы отметим? Нам надо стремиться возродить хмелеводство Чувашской республики. Хотя бы в пределах до 1000 тонн, лежащие несколько лет. Для этого есть, я чувствую, есть политическая воля, есть заинтересованность Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, есть некоторая государственная поддержка. Если сегодняшняя цена хмеля одной тонны в пределах 7 тысяч евро, вот вы посчитайте, какие возможности были упущены для того, чтобы пополнить чувашский бюджет. Вот еще одна плантация в 4 гектара будет запущена после проведения ремонта. Расширяются площади хмельников и в ряде других хозяйств республики. Но чтобы восстановить былой потенциал, потребуется еще не один год терпеливого труда. Ситуация благоприятная, она сложилась с учетом тренда на импортозамещение. Подребности рынка Российской Федерации огромные. И кроме Чувашской республики, в Российской Федерации смель ни один регион не производит. На недавней встрече с министром сельского хозяйства Российской Федерации Александром Николаевичем Качевым я обратил еще раз внимание на то, чтобы как экономически значимую программу поддержки хмелеводства на уровне Федерального министерства сельского хозяйства была утверждена. На полях агрофирмы «Прогресс» Чебоксарского района, где шел сев кукурузы, Михаил Васильевич встретил бывшего агронома этого хозяйства Ивана Степановича Архипова. Помнит его с молодых лет. Сейчас лучше работать. Сейчас с консультантом работаешь, наверное, душа радуется. Это же здорово. Ветеран рад успехам тех, кто пришел ему на смену. Сегодня агротехника ушла далеко вперед, рентабельность стала выше, считает он. Семь человек тут обслуживает, а у нас там человек 40 было. Вот как засеваются сегодня кукурузные поля. Мне показалось, что и Михаил Игнатьев почерпнул для себя что-то новенькое, из увиденного и услышенного. Расход 6 литров на гектар. По Сторму 45, 50 можно традиционно миссию. Я по традиционному северу северу, 50 литров на гектар уходит. Это тогда получается самый лучший показатель? Вообще. В республике самый лучший. Равных, наверное, вообще никого нету? Три операции пропускают. Сейчас вон на мотоблоках работают, в частных участках. Если взять там на свои 10, больше тратят, если так сравнить. Вот здесь я 100% уверенно даю, что это будет самое лучшее поле. Здесь 6 центнеров удобрения в том году на кукурузу было. Кукуруза все не съела. Что осталось? 50% она съела, а 50% он здесь наверху. Если бы я его спахал, я бы это положил. Смодо ушло. Она бы все. А здесь она лежит. Технология биологизации земледелия, можно сказать. Чащичная биологизация земледелия. Вот она сейчас, она здесь все зайдет. Но она здесь, под солнышком, она как, как сказать по-русски, как под зерном, как под одеялом будет лежать. Влага пропитается, влага будет там. Солнышко будет колить. Солнышко колить. И оно как от зеркала обратно отходить будет. А внутри влага. На американский континент за опытом выращивания кукурузы помнится еще генсек Никита Сергеевич Хрущев летал. Но чего-то, видать, не усмотрел. Кукуруза в СССР не налилась крупными початками. Евгения Шалеева тогда не было. Не тот хлеб, что на полях, а тот, что в закромах, гласит народная мудрость. Но о первых итогах весенней страды можно уже говорить. Весенняя полевая работа закладывает фундамент для будущего урожая. Допустим, мы строим дом. Если плохой фундамент, дом может развалиться или трещины пойдут. Это же то же самое. Вы много полей посмотрели уже, да? Как страда проходит? Если даже в этом году дефицит влаги будет, а зимы давали всегда гарантированный урожай. Хотя мы говорим, там контрольные наши доведенные показатели надо выполнять, но все по-разному подходят. Вот мы были недавно в Яльском районе, потом посмотрели поля Батовского района. Там же идеальные тоже, значит. Один-единственный Яльский район посеял более чем 6200 гектаров. Они уже будут иметь гарантированный урожай. Они перевалят 50 тысяч тонн зерна. Это в самые лучшие годы они не могли собрать тогда. Правильно говорят еще, что хлеб всему голова. Так ведь получается, да? Все зависит от того, как человек трудится на земле. Еще говорили, я помню, с детства. Хвала рукам, что пахнут хлебом. На этой ноте мы и завершим сегодняшнюю программу. Следующей главной темой нашей республики будут вопросы благоустройства. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова